Всем большой привет! Продолжаем разбирать мою уходовую косметичку на август. И данную часть мы начнем с ухода за телом. Лосьон от компании Ифрашей. Знаменитый кокосик в объеме 390 мл. Получала я эту бутылочку в подарок. Использовала практически половину. Нравятся мне эти лосьоны. Они здорово увлажняют кожу. Если нанести побольше, то будет неплохо подпитывать. Аромат здесь очень интересный. Для меня это горьковатый кокос. Есть у меня в уходе еще один кокосик, который я только-только поставила. Это у нас уже компания Биоси, линейка Бора-Бора. Крем для тела с кокосом и ананасом. На самом деле, использовав его единожды, я поняла, что все-таки текстура у этого продукта больше лосьонообразная, нежели кремовая. Он очень быстро впитывается в кожу, не оставляя после себя никаких неприятных ощущений. Я говорю о липкости, жирности, либо же пленке. Аромат здесь очень интересный. Для меня здесь представлен сладковатый, горьковатый кокосик и кисленький ананас. И все это еще в молочной ноте. В общем, друзья мои, мне очень понравился этот продукт. С удовольствием продолжу им пользоваться. А следующий продукт меня несколько, ну, как сказать, не разочаровал, друзья мои. Ну, по крайней мере, заставил призадуматься. Возник некий диссонанс. Это у нас Арифлейм линейка Love Natur Ice Pops, охлаждающий лосьон для рук и тела, который идет у нас с арбузом и лимоном. Использовала я его не единожды. Что мне не особо понравилось? Нет, давайте начнем с хорошего. Понравилось мне то, что он действительно здорово охлаждает кожу. Мне действительно понравился ароман. Безусловно, здесь солирует арбуз. Он очень классно здесь передан. И чувствуется кисленькая нота лимона. Но все-таки арбузик на первых ролях. А вот что мне не понравилось, друзья мои, я не могу назвать этот продукт легким. Он имеет помимо увлажняющего какого-то эффекта еще и питательный. И спустя час после использования этого продукта мне захотелось просто пойти и искупаться. Появилось чувство пленки. Очень неприятное. Ну, не знаю на самом деле, что с ним будет дальше, в каком направлении я буду его использовать. Вроде бы хочется и в зной его использовать, потому что охлаждающий эффект довольно-таки явный и ощутимый. Но вот эта пленка, которая остается, она мне не совсем понравилась. Ну, посмотрим, что я буду с ним делать дальше. Возможно, буду использовать как крем для рук. Но, как говорится, подумаем. В парочку гирю для душа я поставила вот такое масло. Это также компания Ифраши, линейка Hello Printops. Данное масло у нас идет как парфюмированное увлажняющее масло для тела. Единожды его использовала, понравилось очень. Несмотря на то, что здесь все-таки идет масло, данный продукт достаточно быстро впитывается в кожу и нет чувства пленки. Нет чувства липкости, нет чувства жирности. Только потрясающий аромат ревеня. Мне он очень-очень нравится, поэтому с удовольствием продолжим пользоваться. Вас также поставила в использование я вот такой крем для тела. Это у нас Арифлейм. Позвольте мне не называть название данного продукта. Боюсь его исковеркать, неправильно прочитав. Я вам рассказывала о нем в запасиках. Этот продукт я планирую использовать как смываемый уход. Пока еще не пробовала. Интересно будет попробовать. Есть у меня в использовании вот такой крем. Это крем от бренда Формона. Называется он Невелозион. Я называю так. Возможно, это неправильно. Если что, поправьте меня. На самом деле, это моделирующая сыворотка для бюста. Ранее я вам рассказывала о том, что всегда подобное средство должно быть у меня в уходе. Но, честно говоря, последний месяц я к нему не притрагивалась. Потому что в зной, честно говоря, не хочется наносить на себя какие-то, скажем так, довольно-таки плотные текстуры. Я могу сказать, что здесь, несмотря на то, что это сыворотка, текстура довольно-таки плотная. Давайте я вам ее продемонстрирую. Вот такая вот здесь текстурка. Как можете видеть, она плотная. Нет, это все-таки история подходящая, ну, скажем так, на весну, нежели на лето. Поэтому, в принципе, этот продукт у меня застоялся. Честно говоря, очень по нему соскучился, потому что мне безумно нравилось, как эта сыворотка, будем говорить правильно, увлажняет и слегка подпитывает эту деликатную зону. Что касается ухода за кожей для проблемных зон. Есть у меня вот такой вот скраб для тела. Это дары природы имбирь и корица. Объем 150 грамм. Очень классный скраб. Его осталось у меня, наверное, раза на три. Повторюсь, он безумно экономичен. Аромат потрясающий. Печет кожу также потрясающий. И что мне особенно нравится, что при использовании тандема, а давайте я покажу вам все сразу, это также дары природы масло антицеллюлитное. Вы знаете, такое чувство, будто кожа подтягивается на ваших глазах. Безумно нравится эффект. Очень классный. Если говорить о масле, оно прекрасно впитывается, не оставляя после себя никакого неприятного финиша. Аромат такой же превосходный, как и у скраба для тела, простите. Но здесь еще присутствует цитрусовая нота. Как вы можете заметить, написано с эфирным маслом корицы, апельсина и экстрактом зеленого кофе. 100 миллилитров объем. Девчонки, тандем просто восхитительный. Безумно нравится. Но опять же повторюсь, ну скажем так, где-то месяц я этим маслом не пользовалась. Зато прекрасно пользовалась вот таким продуктом. И это у нас компания Лучекс. Выравнивающий крем для тела. Антицеллюлитный суперлифт. Он идет с охлаждающим эффектом. Прекрасно впитывается в кожу. Охлаждает кожу просто невероятно приятно. Никакого неприятного эффекта после использования, после впитывания этого крема я на своей коже не ощущаю. Холодит довольно-таки продолжительное время. Очень нравится. Сразу хочу сказать, что и эту парочку, и этот крем я получала на обзор. И осталась этими продуктами очень и очень довольна. Ставлю в уход два антицеллюлитных скраба. Это вот такой Big Scrub от Cherry Cream. Наверное, так называется этот продукт. И Zaytune антицеллюлитный скраб для тела. Эти два скрабика я получала в подарок. Безумно будет интересно познакомиться с новыми для себя продуктами. Также в использовании я ставлю скраб для тела от Ariflame Love Natur, который также идет с ароматом лимона и арбузика. Жалко, что его здесь мало. Всего лишь 20 мл. Не знаю, насколько мне хватит. Да, очень жалко, что нет такой полноразмерки. Если аромат такой же приятный, как и у лосьона для тела и рук, но это будет просто самая настоящая бомба. Скраб для тела, который стоит у меня в использовании, это освежающий скраб для лица на выход букет невесты. Получала я его в подарок. Девочки, для моего лица этот скраб очень грубый. Ранее я вам говорила, что он не подойдет для лица на самом деле, только для тела. Но я ошибалась и искренне прошу прощения, если вдруг кого-то обидело. Моя зрительница писала, что это ее самый любимый скраб для лица, и она использует его с огромным-огромным удовольствием. Но, друзья мои, это еще раз говорит о том, что мы все настолько разные. Кому-то что-то подходит, кому-то нет. Ну, так что все надо пробовать. И также здесь у меня затерялся вот такой продукт. Это скраб для ног от Эль Косметик Черешня с натуральным соком черешни. Поставила в использовании, два раза уже воспользовалась и очень им довольна. Даже жалко на ножки, друзья мои, его наносить, потому что хочется на тело. Он сахарный, он очень приятно пахнет соком черешни, самой черешни с горчинкой косточки. Потрясающий продукт. Не знаю, наверное, все-таки я его переведу из разряда ухода за ножками в уход за телом. Давайте я вам сейчас покажу, наверное, дезодоранты, которые стоят у меня в использовании. Во-первых, два спрея от DAF. Невидимый и красота и уход, как я называю, классический. Очень мне нравятся по качеству эти дезодоранты. Но если выбирать ароматы, то, конечно же, я свое предпочтение отдаю оригинальному DAF. Да, конечно, это очень-очень яркий по аромату дезодорант, который будет 100% конфликтовать с вашим парфюмом. Но, друзья мои, нужно подбирать, значит, соответствующий парфюм, либо же не использовать его вовсе. Я очень довольна. Здесь мне аромат, честно говоря, не очень нравится, но качество самого дезодоранта просто отличное. Шариковый дезодорант у меня от Невеи. Черное и белое, невидимый и экстра. Он прозрачный, абсолютно не пачкает одежду. Аромат очень приятный и работает он довольно-таки неплохо. Также в использовании у меня стоит дезодорант от Леврана. Это Део Кристалл Спрей с ароматом Дикой Розы. Очень приятный продукт. Стараюсь его использовать при вечернем уходе за телом. И вот такая вот малышка и такая ботаника. Мне очень нравится этот дезодорант. Возможное неудобство, что в баночку нужно залазить пальчиком, либо же лопаточкой. Я предпочитаю все-таки пальчиком. Вот так вот выглядит этот крем. Безумный экономичный продукт. Буду использовать, наверное, достаточно продолжительное время. Друзья мои, аромат имеет этот дезодорант. Сирене. Да, это самая настоящая весна. Что касается мужских дезодорантов, то в уходе у Игоря стоит вот такой дезодорант. Это Дафмен Плюс Кеа Кул Фрэш. Получал он его в подарок. Очень он полюбился. Кстати, такой же дезодорант вы скоро увидите у меня в пустых баночках. Что касается шарика, то это Гриньер Мэн Минерал антибактериальный антиперспирант. Тоже Игорю очень он нравится. Использует с удовольствием. Также у него в использовании стоит Леврана. Это Део Кристалл Спрей Формен. Дикая мята. Также использует при вечернем уходе. И такая же малышка от Кая Ботаника. Хороший дезодорант. Друзья мои, ему все нравится. И работает он неплохо. Но есть одно но. Игорь настолько ленится использовать его. Лень ему залазить туда пальчиком, либо же лопаточкой, а потом еще мыть руки. Поэтому чувствую, что скоро эта баночка отправится ко мне. Да, заставляю его пользоваться. Но вот ленится, друзья мои. Согласитесь, не совсем удачный формат. Конечно же, лучше использовать шарик, либо же использовать спрей, после которых руки не надо мыть. Ну, а здесь, конечно, ему не очень нравится. Но заставляю. Ну, а теперь мы с вами переходим к уходу за ножками. В использовании у нас стоит вот такой спрей для ног Таймурова от запаха и пота в объеме 150 мл. Друзья мои, никаких проблем у нас с ножками, слава богу, нет. Используем как профилактику. В использовании поставила и уже не один раз использовала вот такой я спрей от Акаи. Это у нас с ароматом шоколада. Не нравится мне по аромату этот спрей. Он очень химозный, неприятный. Решила, чтобы он не заставился использовать на ножке. А там ему и место, честно говоря. При усталости ног я использую вот такой крем для ног тонизирующий от Грин Мама для уставших ног по объеме 100 мл. Покупала в свое время в магазине Фикс Прайс, как вы можете заметить по наклейке. Привезла мне его доченька, за что огромное спасибо. И это из моих запасиков. И несмотря на то, что у этого геля истек срок годности, который, кстати, я также покупала в магазине Фикс Прайс, я его использую с большим удовольствием. Это ментол охлаждающий для уставших ног. Друзья мои, потрясающий продукт. Работает он шикарно. Повторюсь, несмотря на то, что у него прошел срок годности. Вот так вот он выглядит. Это плотная прозрачная желейка. Аромат, конечно, просто восхитительный. Друзья мои, если у вас насморк, то этот продукт вам однозначно поможет. Как-то облегчит вам дыхание. Да, очень-очень яркий аромат. Но самое главное, ножки охлаждает и действительно облегчает чувство тяжести. Мучаю я до сих пор вот такую плитку от Lush, которую, наверное, лет 5, друзья мои, храню в холодильнике. Но она вовсе не испортилась. Вот вы понимаете, вот не хочется мне ее выбрасывать. Прибегаю сейчас к ней очень-очень редко. В основном, конечно же, ее время года, и это холодная осень и зима, потому что все-таки это масло. Ну, наверное, буду использовать еще столько же лет 5. Перевела я в разряд ухода за ножками вот такой крем. Это у нас Abyss Organic Vitaprinol регенерирующий крем в объеме 60 мл. Абсолютно шикарный продукт, и он действительно регенерирующий. Почему? Перевела в разряд ухода за ножками. Дело в том, что срок годности у него истек, но качество не изменилось, аромат не изменился. И мне очень нравится, как он ухаживает за ножками, действительно их смягчает. Абсолютно потрясающий продукт от Eco Laboratories. Это крем для ног антибактериальный. Очень нравится. Для меня это фаворит. Но, конечно же, подробности вы скоро услышите в пустых баночках, потому что у меня его осталось не так много. Я думаю, что в августе я его доиспользую. Ставлю в уход вот такую парочку для ног от Ariflame. Это у нас Fit Up Ice Pops охлаждающий крем для ног. И точно такой же дезодорант. Данную парочку я получала в подарок. Использовала по два раза уже каждый продукт и осталась довольна. Да, действительно, парочка неплохо охлаждает ножки. И просто невероятно приятный аромат яблочка. Позвольте, я немножечко отодвину камеру. Ну, а осталось мне вам показать уход за ручками. Ставлю в уход вот такой крем для рук. Невский велюр. Очень по нему соскучилась. Уже начала им пользоваться. Нравится. Также крем для рук от BIC линейка Bora Bora. И правильно он называется маракуя и манго. Хочется очень попробовать, но пока еще не пробовала. Еще один крем это Farm Therapy с манго. Потрясающий абсолютно продукт. Пару раз его использовала. Крем безумно здорово ухаживает за ручками. И обладает наиприятнейшим ароматом сочного знойного манго. Эти два продукта я получала тоже в подарок. И последнее, что я покажу вам в этой части, это гиалуроновый крем-праймер от Novosvit от глубоких морщин. Также перевела его в разряд ухода за ручками. История точно такая же, как и с Витопринолом. Срок годности у него истек. Но ни консистенции, ни аромат, ни скольки не изменились. Да мне еще очень нравится сам этот продукт. Он здорово увлажняет кожу и имеет очень-очень приятный аромат. Да, используя на ручке, я думаю, что с ручками моей точно ничего плохого не должно случиться. Ну что ж, мои хорошие. На этом, наверное, я буду заканчивать вторую часть. Конечно же, будет еще продолжение. Не хочу снимать ролики по 30 минут. Я думаю, что 15-20 минутные ролики, я думаю, что будет так вам интереснее смотреть, дабы вас не утомлять. Ну а я, в свою очередь, все-таки буду с вами прощаться. Спасибо всем огромное за просмотр и внимание. И всем пока-пока!